Всероссийская сельхозперепись должна помочь получить точную информацию о поголовье свиней. Отсутствие полноценных данных затрудняет работы по профилактике африканской чумы свиней. Вспышка этой болезни зафиксирована в 11 субъектах России, в том числе и Дивеевском районе Нижегородской области, а это всего в 200 километрах от границы Чувашей. Министерство сельского хозяйства республики провело заседание чрезвычайной комиссии и выработало ряд мер по противодействию опасному заболеванию. Дивеевский район Нижегородской области на карантине. Инспекторы ДПС и ветеринары досматривают каждую машину. Вывозить мясо запрещено. Очаг, обнаруженный в личном подсобном хозяйстве, ликвидирован. Но в течение месяца еще будут проверять машины и животных. Болезнь распространяется и характеризуется стопроцентной смертностью животного. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Основной ущерб наносится свиноводческим комплексом. Поголовье полностью уничтожается, прерываются экономические связи, рабочие теряют работу и, как следствие, многомиллионные убытки. Но этого можно избежать. Главное – объединить силы и вовремя провести дезинфекцию. Тот транспорт, который приходит, прогоняем через мойку. И у нас два дисбарьера. Один на общей территории, другой непосредственно на свинокомплекс. То есть мы поставили керхер, который дезинфекционно обрабатывает всю машину. Надеемся, что очередно нас не добежит. Там 187 километров осталось. Под данным Госветслужбы в Чувашии работают 55 свиноводческих фирм. Ветеринары службы регулярно проверяют. На предприятии должны быть обязательно дезинфекционные барьеры, санитарно-защитные зоны. Но сделано это не везде. Только за полгода составлено почти 300 протоколов за нарушения в этой сфере. У многих неуформленные дисбарьеры. Есть у нас хозяйство агро-фирмокедекции цивильского района. У них по голове всего-то 70 голов. Не могут сделать ограждение, санкопустить дисбарьер. Есть КФХ Атласкин, Комсомольский район. 58 голов всего в них содержится тоже. Не могут сделать ограждение, санкопустить дисбарьер. Хотя им и предписание, и наказание. То, что в докладе отмечено, на сумму где-то 900 тысяч оштрафованные. Пока в Чувашии вспышек африканской чумы не было. Республиканская ветлаборатория исследовала 600 проб от диких кабанов и домашних свиней. Все результаты отрицательные. Сейчас усилены охранно-карантинные мероприятия в свиноводческих хозяйствах. Все они переводятся в закрытый режим работы. Ветеринары проводят вакцинацию. Некоторые опасения вызывают отсутствие данных о количестве свиней в личных подсобных хозяйствах Чувашии. Но здесь ветеринары возлагают большие надежды на всероссийскую сельхозперепись, которая начинается 1 июля. И на понимание жителей сел и деревень. Если не дать данные и не помочь ветеринарам, потом можно потерять и животных, и прибыль. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.